Джеральд Даррелл. Переход. Часть четвёртая. Я продолжал смотреть, пытаясь понять, каким образом преломление лучей света в стекле может создать иллюзию открытой двери, хотя та на самом деле плотно закрыта. Когда увидел нечто такое, от чего меня пробрала дрожь, и я резко выпрямился. Дверь в зеркале продолжала открываться. Снова гляжу на реальную дверь. Закрыта, тогда как её отражение в зеркале открывалось всё шире, миллиметр за миллиметром. У меня волосы поднялись дыбом, но я не мог оторвать глаз от этой картины. Вдруг из-за двери на ковёр салона выползло нечто, что я в первую секунду принял за диковинную гусеницу. Длинную, сморщенную, желтоватую, с неким подобием чёрного рога на переднем конце. Вот оно выгнулось горбом и принялось скрести поверхность ковра своим рогом. Обычные гусеницы так себя не ведут. Тут странное творение поползло обратно и скрылось. Я сидел весь в поту. Снова поглядел на реальную дверь, проверяя её положение. Не дай бог, чтобы эта тварь ползла по ковру где-то возле меня. Закрыта. Глотнул вина для успокоения нервов и с недовольством обнаружил, что у меня дрожат руки. Я, который в жизни никогда не верил в призраки и привидения, в колдовство и прочую дребедень, вообразил невесть, что, глядя в зеркало, и до такой степени убедил себя в реальности виденного, что поддался страху. Смешно, сказал я себе, продолжая потягивать вино. Должно быть какое-то абсолютно рациональное объяснение. Продолжая сидеть в кресле, я наклонился вперёд, внимательно созерцая отражение в зеркале. Долго ничего не происходило, но вот дверь опять приоткрылась и вновь появилась гусеница. На этот раз за ней последовала вторая, а немного погодя и третья. Внезапно я весь похолодел, потому что понял, что именно вижу. И это были не гусеницы, а тонкие желтые пальцы с длинными изогнутыми чёрными ногтями, похожие на огромные кривые шипы дикой розы. Тем временем на ковёр выползла уже вся кисть. Худая кисть, обтянутая сухой, точно пергамент, с желтоватой кожей, сквозь которую проступали, напоминая грецкие орехи, бугорки суставов. Кисть с костлявым запястьем двигалась вслепую по ковру, словно откуда-то из вечного мрака морской пучины выползла бледная актиния. Так же медленно эта рука отползла обратно за дверь, и я содрогнулся, представив себе, к какому жуткому созданию может она принадлежать. Примерно четверть часа продолжал я сидеть перед зеркалом, с ужасом ожидая, что может вдруг явиться из-за этой двери, но ничего не происходило. Однако тревога не покидала меня. Я всё ещё силился убедить себя, что речь идёт о галлюцинации под влиянием вина и тепла от камина. Силился безуспешно. Ведь вот же дверь голубого салона надёжно закрыта от сквозняка, а дверь в зеркале всё ещё приоткрыта, и за ней что-то таится. Хотелось подойти вплотную к зеркалу, проверить его устройство, но не хватало духа. Вместо этого я придумал план, призванный показать, виновата ли моё воображение. Разбудив пса Агриппу, я скомкал лист газеты, которую читал, и бросил комок к самой двери. Посмотрел в зеркало. Точно, лежит перед приоткрытой дверью. Сонная Агриппа, не столько из желания играть, сколько чтобы доставить мне удовольствие, побежал за комком. Сжимая пальцами ручки кресла, я смотрел, как его отражение в зеркале приближается к двери. И вот остановился перед комком, вот берёт его в зубы. И тут произошло нечто настолько ужасное, что я не мог поверить своим глазам. Дверь в зеркале открылась ещё шире. И вперёд из-за неё метнулась длинная белая костлявая рука. Схватила за гривок собаки и утащила её, отчаянно отбивающуюся всеми четырьмя лапами, за дверь. Тем временем Агриппа вернулся ко мне с добычей. Но я не смотрел на него. Мои глаза были прикованы к отражению в зеркале. Через несколько минут рука вдруг опять появилась. Мне показалось, или она и впрямь выглядела окрепшей. Как бы то ни было, пальцы её обхватили край двери и закрыли её, оставив на белой краске кровавые отпечатки, при виде которых меня едва не стошнило. Настоящая Агриппа тыкался мне в ноги носом, ожидая похвалы, и меж тем, как за дверью в зеркале его отражение постигла бог знает какая судьба. Нет тех слов, чтобы выразить, как я был потрясён. Невозможно было поверить в увиденное. Долго ещё я сидел, таращась на зеркало, однако больше ничего не происходило. В конце концов, ощущая нервный озноб, я поднялся с кресла и осмотрел сперва зеркало, потом дверь салона. Зеркало как зеркало, дверь как дверь. Мне так и хотелось открыть дверь и проверить, что при этом покажет зеркало, но, честно говоря, я слишком боялся потревожить то, что таилось в зазеркалье. Подняв глаза на верхний край зеркала, я только тут обнаружил, что на раме есть медальон с той же надписью, которую я читал в мансарде. «Я твой слуга, корми и вызволяй меня. Я есть ты». «Кто этот я? Эта тварь там за дверью? Корми и вызволяй меня». Уж не это ли я проделал, заставив пса подбежать к двери? Меня пробросило в дрожь. Я сказал себе, что мне необходимо пойти и выспаться после такого утомительного дня и всех переживаний. Отдохну как следует и утром запросто разберусь с этими дивами. Забрав кота и кликнув пса, с ними мне все-таки было как-то поспокойнее, я вышел из голубого салона. Закрывая за собой дверь, на миг остолбенел, услышав, как чей-то хриплый голос пожелал мне спокойной ночи. И только сообразив, что голос принадлежал попугаю Октавию, я смог расслабиться. Кот Клер мирно дремал у меня на руках, но Агриппа не сразу подчинялся моему зову. Прежде ему явно не дозволялось выходить за пределы первого этажа. В конце концов, нерешительность уступила любопытству, и он затрусил вверх, по ступеням, предвкушая новые открытия. В спальне, хотя дрова в камине прогорели, еще было тепло. Я быстро приготовился ко сну и, не мешкая, лег, поместив Агриппу на постели с одной стороны и Клера с другой. Ощущение их тепла действовало на меня успокоительно. Сверх того, признаюсь, я надежно запер дверь и не стал тушить свечи. Первое, на что я обратил внимание, проснувшись утром, полная тишина. Я распахнул ставни и увидел мир, укутанный снегом. Должно быть, всю ночь не прекращался снегопад, и белые подушки облепили скалы, голые деревья и оба берега реки. А на мосту, соединяющем замок с окрестным миром, выросли сугробы двухметровой высоты. Подоконники покрывал тонкий слой льда, и с них, а также с крыши, свисал грозный арсенал сосулек. Судя по низкой пилении темных туч, следовало ждать нового снегопада. Даже пожелая я теперь покинуть замок, все дороги были заметены и продлись такая погода, я оказался бы совершенно отрезанным от внешнего мира. Честно скажу, после того, что случилось накануне, мысль об этом расстроила меня. Однако я приказал себе не дурить и оделся, твердя про себя, что вчерашние видения – плод разыгравшегося воображения и неумеренного потребления доброго вина. Взяв на руки Клера и велев Агриппе идти рядом, я спустился вниз и, собравшись с духом, отворил дверь голубого салона. Все оставалось, как было накануне вечером – грязные тарелки и бутылки из-под вина на столике возле кресла, где я сидел, серый летучий пепел на каминной решетке, который чуть шелохнулся от легкого сквозняка, и больше никакого шевеления. Все стояло на своих местах. Все было в норме. Я облегченно вздохнул, вошел и вдруг остановился, как если бы уперся в каменную стену, похолодев от страха. Я смотрел на зеркало и не верил своим глазам. Вот стою я с котом на руках. Но в зеркале я не видел Агриппы, хотя он был тут. Обнюхивал мои лодыжки. Несколько секунд стоял я, словно пораженный громом, переводя взгляд то на пса у моих ног, то на зеркало, где отсутствовало его отражение. Невероятно! Сам я, кот, вся комната, все четко отражалось в зеркале. Все, кроме Агриппы. Я опустил на пол кота, и в зеркале он никуда не исчез. Нагнулся и взял на руки собаку. Мое отражение держало на руках нечто воображаемое. Живо схватив Клера, я бросился к двери, держа одной рукой кота, другой невидимую собаку и вышел из голубого салона, заперев его. Спустившись на кухню, я обнаружил к своему стыду, что у меня дрожат руки. Кое-как налил молока моим подопечным. Жадность, с какой Агриппа принялся лакать, не оставляла никакого сомнения в его телесности. Потом приготовил себе завтрак. Поджаривая яичницу с копченой ветчиной, я продолжал размышлять над тем, что увидел в голубом салоне. Если я не лишился рассудка, а я в жизни не чувствовал себя здоровее. Оставалось признать, что мои глаза не обманули меня. Как не невероятно это казалось мне тогда и кажется теперь. Но хотя мне становилось страшно при мысли о том, что же такое прячется за зазеркальной дверью, меня одолевало любопытство. Хотелось непременно увидеть странную тварь, которой принадлежала исхудалая желтая рука с костлявой кистью. И я решил, не откладывая в долгий ящик, вечером выманить ее из-за двери, чтобы как следует рассмотреть. Сама мысль о такой затее наполняла меня ужасом, но любопытство было сильнее страха. Весь день я в рабочей комнате занимался каталогизацией, когда же начало смеркаться, снова затопил камин в салоне, приготовил на кухне ужин, поднялся наверх с тарелкой и бутылкой вина и занял место у очага. Однако на этот раз я предусмотрительно вооружился крепкой тростью из черного дерева. С ней я чувствовал себя увереннее, хотя одному Богу известно, какой мог быть прок от трости для защиты от зазеркального противника. На самом деле, ничего хуже я не мог придумать и едва не поплатился жизнью за свою, как оказалось, бредовую идею. Ужиная, я не отрывал глаз от зеркала. Собака и кот спали на полу у моих ног, как накануне вечером. Пока я ел, в зазеркалье ничто не изменилось. Потягивая вино, я продолжал свои наблюдения. Прошел час. Дрова прогорели. Я поднялся с кресла, чтобы подбросить поле на другое, а когда снова сел, увидел, как ручка за зеркальной двери медленно повернулась. Затем дверь стала открываться миллиметр за миллиметром, пока не образовался просвет шириной около тридцати сантиметров. Казалось бы, что угрожающего в том, что открывается какая-то дверь, и все же было что-то неописуемо зловещее в том, как створ скользит по ковру. И вот опять появилась кисть. Поползла, горбатясь вперед. Следом показалось запястье, а за ним и часть желтоватого предплечья. На мгновение рука остановилась, простершись на ковре. Потом отвратительное зрелище. Принялась искать что-то ощупью, словно принадлежала слепцу. Самое время, сказал я себе, осуществить мой тщательно продуманный план. Я нарочно не кормил кота на кухне досота, теперь разбудил его и поднес к самому носу заранее припасенный кусочек мяса. Зрачки кота расширились, и он громко мяукнул от возбуждения. Как следует подразнив его, я бросил мясо к самой двери. В зеркале было видно, что оно приземлилось чуть поотдаль от идущей зазеркальной руки. Клер с воем бросился за добычей. Я-то надеялся, что кот окажется достаточно далеко от двери, чтобы выманить из-за нее таинственную тварь. Однако мой расчет не оправдался. В ту секунду, когда в зеркале кот нагнулся за мясом, рука перестала искать вслепую, с невероятной скоростью метнулась вперед, схватила его за хвост, и отчаянно вырывающийся Клер исчез за дверью. Как и в прошлый раз, рука почти сразу вернулась и медленно затворила дверь, оставив на дереве кровавые отпечатки пальцев. Это была страшная картина. Вдвойне ужасно из-за контраста между тем, с какой быстротой и свирепостью рука схватила жертву, и тем, как медленно, осторожно открывала и закрывала дверь. Клер вернулся с мясом к камину, чтобы спокойно перекусить, нисколько не страдая, как и Агриппа, от того, что перестал отражаться в зеркале. Я просидел перед зеркалом до полуночи, отправился спать, твердо намеренный утром все-таки придумать способ заставить таинственную тварь выйти из-за двери. Под вечер следующего дня я закончил предварительную перепись книг на первом этаже. На очереди была длинная галерея на втором этаже, где хранилась основная часть библиотеки. Работа утомила меня. В пять часов я решил прогуляться, подышать свежим воздухом. Какое там гулянье? Снегопад почти не прерывался, и высокие сугробы ограничивали мое продвижение. Чтобы выйти со двора и пересечь мост, пришлось бы рыть траншею в покрытом коркой слое снега толщиной около двух метров. Иные сосульки, свисающие из подоконников, желобов и лепнины, достигали полутора метров в длину. Мои звери не пожелали меня сопровождать, и я один попытался выйти на белый холодный простор двора, где стояла глухая, как на дне колодца, тишина. Снег издавал протестующий писк под моими ногами, словно я наступал на мышей. Я проваливался по колено и очень скоро вынужден был пробираться обратно к дому. С неба продолжали падать белые хлопья величиной с цветок одуванчика, наращивая корку на карнизах и двускатной крыши. Царило сопутствующее такому снегопаду полное безмолвие. Ни птичьих голосов, ни воя ветра, ни мая тишина. Как будто все живое было удушено белым шарфом. Растирая замерзшие руки, я поспешил войти в дом, запер входную дверь и чуть не бегом спустился на кухню готовить себе ужин. Пока закипала вода, я успел затопить камин в голубом салоне, потом уже по привычке отнес туда приготовленные блюда, сопровождаемые собакой и котом. Я вновь вооружился крепкой тростью. Это помогало мне чувствовать себя несколько увереннее. Приступив к еде, я все время поглядывал в зеркало, однако рука не показывалась. Странно, куда она подевалась? Рыскает по комнатам в зазеркалье за дверью? Или она вообще существует только тогда, когда я вижу ее отражение? Я размышлял дремотно перед теплым камином, а там и вовсе заснул, что отнюдь не входило в мои намерения. Должно быть, я проспал около часа, когда меня вдруг исторг из объятий сна тонкий хриплый голос, который напевал по-французски. После чего прозвучал истеричный гортанный смех. Со сна я не сразу сообразил, что это Октавий пел и смеялся. И от испуга у меня бешено заколотилось сердце. Повернув голову, я убедился, что клетки с птичками и Октавием на своих местах. Затем я перевел взгляд на зеркало и окаменел. Мое желание исполнилось. Таинственная тварь вышла из-за двери. И глядя на нее, я клял себя за то, что затеял этот эксперимент, что не запер голубой салон после первого же вечера, чтобы больше не входить в него. Зазеркальная тварь, не могу же я употребить тут слово «человек», была маленькая, горбатая, закутанная в нечто вроде савана, желтоватую льняную ткань с пятнами грязи и плесени и с дырками в наиболее изношенных местах. Верхний конец савана был накинут на голову и обмотан вокруг шеи наподобие шарфа. Так что я видел только кончики выцветших оранжевых волос над морщинистым лбом и два огромных, бесстрастных, светло-желтых глаза, которые почему-то напомнили мне надменный взгляд козы. Нижняя часть лица была закрыта тканью, придерживаемой бледной рукой с черными ногтями. Тварь стояла сразу за большой клеткой с канарейками и вьюрками. Сама клетка была раздавлена и выпотрошена, будто лошадь на арене для боя быков. Изогнутые прутья были облеплены приставшими к свежей крови желтыми перышками. Несколько перьев торчали между пальцами хищной твари. На глазах у меня она медленно двинулась к соседнему столу, где стояла клетка с попугаем. Походка ее была какая-то скованная, словно тварь не столько шагала, сколько волочила ноги по полу. В зеркале я видел, как она подошла вплотную к клетке, где отражение Октавия покачивалось на жердочке. Реальный попугай по-прежнему распевал, чередуя пение с кудахтающим смехом. В зеркале тварь уставилась на него свирепыми желтыми глазами. Внезапно рука метнулась вперед, и пальцы вцепились в прутья клетки, разламывая ее. К первой руке присоединилась вторая. Края ткани, закрывающие лицо, раздвинулись, и моему взору предстало лицо, отвратительнее которого мне в жизни не доводилось видеть. Казалось, большая часть его ниже глаз поражена то ли гниением, то ли чем-то вроде проказы. На месте носа только две черные дыры в обрамлении кожных лохмотьев. Одна щека совершенно отсутствовала, и было видно обе челюсти с плесенью на деснах и гнилыми зубами. Изо рта на саван стекали струйки слюны. Остатки губ были сморщены так, словно их зашивали тонкими нитками. Вся эта жуткая картина усугублялась тем, что один из безобразных пальцев твари украшал золотой перстень с опалом, который словно вспыхивал ярким пламенем среди ломаемых прутьев. Изящное изделие только подчеркивало всю мерзость облика этого ожившего трупа. Тем временем тварь уже просунула руки внутрь клетки. Попугай в зеркале продолжал качаться на жердочке. Реальный же Октавий пел и смеялся. Тварь схватила за зеркального попугая, и тот принялся отчаянно хлопать крыльями, а Октавий по-прежнему пел. Тварь вытащила птицу из клетки, поднесла к своему мерзкому рту и разгрызла череп попугая, словно орех, после чего принялась жадно высасывать мозг, выплевывая осколки черепа, так что они вместе с перьями и слюной ложились на саван. От этого зрелища я ощутил такое отвращение и такое бешенство, что схватил трость, вскочил на ноги и, дрожа от ярости, шагнул к зеркалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова